В прошлый раз мы определили пространство основных и обобщённых функций, ввели дифференцирование обобщённых функций, следует сказать ещё об одной операции, о замене переменной. Ну, если есть какая-то... Замена кси, ну, то есть, птифероморфизм. Птифероморфизм. Хочу определить вот такую обобщённую функцию, где f функция из d' Ну и определение подсказывается просто формулой для замены переменной. То есть, под значением вот такой функции на основной, мы понимаем значение f на функции φ от ξ поделить на φ композиции с ξ в минус первой, поделить на ξ штрих композиции с ξ в минус первой. Вот такое определение. Ну и... Ну, понятно, что... Вот эта вещь основная функция, если φ основная. И поэтому... Такая запись имеет смысл... Да, 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 конечно, конечно, конечно. Не сжимаем. Конечно, конечно. Ну, просто в силу формулы для замены переменной, для регулярной обобщённой функции. Ну, действительно... Действительно всё так и есть, и поэтому... Определение имеет смысл. Возрастающий, наверное, ещё, да? Слабочный, хоть в минусе? Ну, возрастающий, да, да, да. Да, 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 да. Так нет, подождите, подождите. Так нет, почему... Не будет здесь же тоже, если что поменяется. Нет, 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 всё, всё, всё... Это без разницы. Сколько раз гладкая вы должны быть? Бесконечно гладкая. Ну, для того, чтобы вот такая вещь имела смысл. Для того, чтобы функция φ от Кси была... Функция φ от Кси в минус 1 была опять с бесконечностью. От Кси приходится требовать бесконечную гладкость. Давайте обсудим, вернёмся к дифференцированию и посмотрим на какие-нибудь примеры. Ну, и для начала продифференцируем вот такую функцию. Функцию θ, которая индикатор положительной полуоси. Это регулярная обобщённая функция. И давайте её продифференцируем. По определению производной обобщённой функции это... Действие θ на φ' взятое со знаком минус. И это φ от нуля. То есть получилось, что производная такой функции совпадает с дельта-функцией. Ну да. Ну и более того, легко понять, что если у вас есть кусочно гладкая функция, и все разрывы у неё первого рода, то тогда её обобщённая производная, то есть вот если f это вот что-то вот такое, то f' это... Я это вот так обозначу. Вот регулярная часть. Сейчас я скажу, наверное, понятно, но сейчас скажу, что это такое. Плюс сумма по всем разрывам. Ну чего здесь? Скачков на дельта-функции в соответствующих точках. Дельта-функция в точке а ещё записывается вот так. Сумма по всем... Одинаковый индекс? Индекс где? Это y. Да, да. Вот это... Это просто обозначение для функций, которое получается дифференцированием всех вот этих вот функций. Ну, так сказать, регулярная часть производной. Значит, здесь написано вот что, здесь написана функция, которая просто везде вне точек разрыва равна f' ну равна f' везде, где он существует, производная обычная в классическом смысле. Это просто элементарное обобщение вот этого свойства, что в этой ситуации производная функции f это регулярная часть производной, ну, здесь она ноль, потому что здесь и здесь производные нули, плюс сумма дельта-функций в точках разрыва умноженная на скачки. Давайте обсудим. И это нам, кстати, понадобится. Ну, что мы хотим сделать? Мы хотим, ну, в точности нам нужно такое утверждение, что если f1 и f2 элементы d' и их производные равны, то f1 минус f2 это регулярная функция константа. Ну, я вот так это напишу. Вот таким значком я имею в виду функцию, регулярную обобщенную функцию единица. Ну, давайте докажем. Ну, действительно, нужно доказать, что если производная функции g 0, в смысле обобщенных функций, то из этого следует, что g константа. То есть g на φ' равно нулю для любой основной функции φ. Ну, так давайте я рассмотрю, что бы я хотел сделать. Я бы хотел рассмотреть основную функцию φ вида такого интеграл от какой-нибудь другой основной функции φ. но... Прямо так я сделать не могу, потому что носитель ψ справа, потому что полученная функция не будет финитной. но мне надо что-то с ней сделать. Ну, вычесть, да. Значит, я должен вычесть интеграл... как бы мне это записать... Ну, например, как-то так. Ну, я могу вычесть интеграл по всей оси функции ψ, а здесь будет какая-нибудь функция... ну, вот так. А здесь будет какая-нибудь другая основная функция ω, такая, что ее интеграл по всей оси единица. Омега, основная функция, нормированная интегралом на единицу. Ну, тогда... Ну, тогда... φ... Ну, это можно... ну, это мне обязательно делать так, я просто гоняюсь за произвольностью ψ, да. поэтому... поэтому... да. Я подобрал... ну, я просто вычел из... вот этой функции... вот... я вычел из вот этой функции что-то, что обнулит ее далеко справа. вот. Ну, и действительно, при... ну, и действительно, при иксах правее и носителя ψ, и носителя ω, у меня здесь стоит интеграл ψ по всей оси, минус интеграл ψ по всей оси, интеграл ω по всей оси, ну, это единица, так что это 0. Так что это 0. Ну, так и... g на φ' это что такое? Это... g на функции ψ минус интеграл по всей оси ψ омега. здесь ψ и омега основные функции, поэтому по линейности это g на ψ минус интеграл ψ на g на омега. Я замечу, что само φ, вот скажем, подставить в действие какой-нибудь обобщенной функции вот так нельзя, потому что потому что по отдельности вот эти вещи основными функциями не являются. Вот. А вместе можно. Ну, собственно, все. Значит, это 0. Ну, вот это, это действие функции единица на ψ, а это константа, которая от ψ не зависит. То есть вот эта запись просто... Здесь просто и написано, что g это константа на единицу. Так что с первообразными вот пока все похоже на ситуацию регулярных обобщенных функций. Что ж это? Что типа утверждается от этого константного нюанса. Константа не зависит от ψ. Константа за... g на омега это просто какое-то число. Здесь написано вот, что g на... действие g на ψ... Ну, да. Ну, да. Что-что? Да, да, да. g на омега и есть c. То, что такая... то, что по-любому вообще подбирается омега... Нет, омега изначально... Омега изначально... Произвольная изначально зафиксированная функция из d такая, что ее интеграл единица. А? Мы ничего не подбираем. Мы берем фи... Так еще раз, у нас пси, можно сказать, произвольной функцией. И пси оказалась произвольной функцией. Вот, я взял интеграл пси и вычел из него интеграл... Другой важный пример. Значит, на практике мы... первообразный. На практике мы занимались функцией... p от единицы на x, которая действовала по такому правилу. Она вычисляла главное значение... вот такого интеграла. Ну, хотелось бы, чтобы эта функция тоже была... Хочется понять, что у нее за первообразная. Ну и первообразная у нее не очень удивительным образом логарифм модуля x. Давайте это проверим. Значит, я хочу... засчитать производным. Ну, то есть, вот такой интеграл посчитать. Потому что в определении производной есть такой минус. Действие производной на основную функцию — это минус действие функции на производной. Ну, это для того, чтобы согласовывалось с изменением знака при интегрировании по частям. Ну, давайте сделаем так. Значит, логарифм x фи штрих от x минус фи штрих от минус x. Здесь... Вот напишу вот так. Этот интеграл имеет слабую особенность, поэтому он существует как собственный. и... Я имею право написать вот так. Ну, и здесь проинтегрирую по частям. Значит, здесь у меня будет фи штрих от еpsilon минус фи штрих от минус еpsilon. Логарифм еpsilon на скобках фи штрих от еpsilon минус фи штрих от минус еpsilon. А, сейчас я же по частям, да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Так. И здесь остался единица на x на фи от x минус фи от минус x. Ну, это стремится к нулю, при еpsilon стремящемуся к нулю, просто потому что здесь, потому что фи гладкая. А это стремится при еpsilon стремящемуся к нулю, ну, к интегралу от нуля до бесконечности, фи от x минус фи от минус x на x. Ну, это просто и есть главное значение интеграла фи от x на x. Вот, то есть, такая ожидаемая первообразная. Тихо. Фи от зеркаля. Фи от зеркаля. Тихо, да-да-да-да. Тихо. Следующая операция над обобщенными функциями, которая важна, это свертка. Пускай есть две функции f и g обобщенных, но я буду считать, что они из d3 от rd, но для того, чтобы определить прямое произведение, не важно на самом деле, чтобы это были функции f и g были обобщенными функциями на одном и том же пространстве rd, то есть d для f и g может быть разным. Так вот, определим обобщенную функцию f на g, ну вот-вот крестик. Нет, звездочку я все-таки для свертки хочу зарезервировать, а вот для этого крестик, иногда крестик в кружочке, но это реально тензорное умножение. Значит, это будет обобщенная функция из d' от rd крест rd, r2d, ну как хотите, которая будет действовать по такому правилу. Значит, она будет брать функцию g и применять ее по, вот здесь будут некоторые трудности с записью, я надеюсь, что вот эта запись будет понятна. Называется и будет называться прямым произведением. обобщенным функциям f и g. Ну, что здесь нужно проверить, чтобы определение было корректно? Нужно проверить, что вот это, ну, во-первых, что здесь написано, да? Здесь написано, что я рассматриваю функцию φ. Функция φ – это функция из c0-бесконечность на произведение или на r2d, а на c0-бесконечность и c0-бесконечность будут ее сужения на гиперплоскости x равно константе, да? Стало быть, я могу применить к такому сужению функцию g. Могу сделать это при каждом x. Получится какая-то функция xa. Вот, я утверждаю, что эта функция xa сама будет основной. И результатом действия функционала f к сg объявляю число, полученное применением функционала f к этой основной функции. Ну, значит, определение кори. А почему это функция из c0-бесконечность? Ну, вот я это и сейчас сообщаю. Определение корректно. То есть, кси от x определенное значение функционала g на сужении функции φ на выписанному сужению принадлежит пространству основных функций, то есть, цену-бесконечность на rd. Я не буду это в подробностях доказывать, потому что это простой факт. Ну, фенитна она просто потому, что фенитна φ. Ну, вот носитель φ, да. Ну, и вот в какой-то момент я интегрирую по множеству, где φ0. А гладкость проверяется, ну, просто по определению. Хорошо. Стоит отметить, что вот просто произведение обобщенных функций, то есть, вот есть функция f из d' и g из d' вообще-то не определено. Ну, то есть, определить функцию fg в обычном смысле. То есть, такую, которая в случае регулярных f и g будет f от x, g от x, нельзя. Попробуйте придать точный смысл этим словам. Ну, вот функции дельта квадрат от x ни в каком разумном смысле не существуют. Да, ну, вот и, так сказать, основной пример. Это давайте рассмотрим две дельта функции. Тогда их прямое произведение Ну, давайте я здесь буду писать rd, rd. Их прямое произведение это дельта функция Ну, я вот так это напишу. Это дельта функция на r2d, ну, тривиальным образом. Хорошо. Теперь я хочу определить свертку. Я прямое произведение вводил не заради него самого, заради того, чтобы определить свертку. Значит, ну, свертка основных функций, я напоминаю, определяется так. Ну, во всяком случае, если f1 и f2 какие-нибудь. гладкие, быстро убывающие функции, то вот такая операция задает гладкую, опять же, гладкую, быстро убывающую функцию. Но уже для функций просто из r1 локального определить такую операцию, легко понять нельзя. Потому что, ну, представьте себе, что одна из функций, это, ну, вот уже рассматривающаяся функция θ, а другая функция, это индикатор отрицательной полуоси. Да, ну, вот как-то интеграл оказывается бесконечности, причем, ну, видно, что это не исправляется какой-нибудь регуляризацией, а, ну, ну, действительно, ну, не существует он ни в каком разумном смысле. Вот. Просто L1 существует? А? Не, ну, если просто L1, то ничего. Вот, поэтому определить свертку обобщенных функций просто для произвольных обобщенных функций не удастся. Ну, я поступлю так, я буду считать, что функция F2 любая, а F1 фенитна. Что значит фенитна? Я напоминаю, в прошлый раз я ввел понятие носителя обобщенной функции. Так вот, фенитна означает, что носитель компакт. так вот, в этой ситуации я могу определить свертку, ну, и сделаю это вот как. Ну, пожалуй, сначала, чтобы определение не показалось искусственным, давайте применим вот это к основной. То есть, давайте сосчитаем для регулярных, хороших, ну, пускай они там, обе фенитны обобщенных функций. Вот такую вещь, ну, вот как если бы она определялась вот так. я должен был бы написать вот так. Ну, и давайте я здесь заменю x, возьму x-y за новую перемену, вместо x. Почему я так хочу сделать? Ну, я хочу, чтобы, я хочу собрать прямое произведение, да, а прямое произведение функции, там, f1 и f2, это что такое? Это функция f1 от x, f2 от y. Значит, заменил, ну, цена здесь такая. Ну, так значит, и хочется дать такое определение. Значит, f1 свертка с f2, это обобщенная функция из того же самого d' из которого f1 и f2, действующая по такому правилу. Ну, вот я сначала, так сказать, напишу, а потом мы будем это исправлять. f1 крест f2 на фи от x плюс y. Вот мне хочется дать такое определение. Да, и в этом месте должны быть, конечно, возражения, потому что функция f от x плюс y, там, какой бы хорошей фи ни была, уж точно не фи нитна, ну, потому что она вдоль прямой, там, x плюс y равно константа, отлично не обращается в ноль. Ну, так давайте поступим вот как. я договорился, что фи... Как это исправить? Это можно понять даже вот и на этом уровне. Значит, я договорился, что функция f1 у меня фи нитна. Ну, так давайте я сюда вставлю множитель это, то есть цена-бесконечность-функцию такую, что это равна единице на и это равно единице на носителе f1. Я не изменю этим значение интеграла, потому что на носителе f1 она единица. И вот теперь все стало хорошо, потому что функция фи от x плюс y умножить на это от y функция уже фи нитная. и поэтому ну, и поэтому будет основной как функция двух переменных. Легко проверить, что это определение действительно задает ограниченный функционал. Ну, проверять-то ничего не надо, потому что ну, f1 крест f2 это ограниченная это обобщенная функция, и все, что нужно проверить, это, что вот это, ну, что вот эта вещь непрерывно по фи, ну, это вроде меня очевидно. Значит, f1 свертка с f2 обобщенная функция из d' ну, я намеренно не пишу аргументов, ну, из d' из того d' из которого сами f1 и f2. если f1 имеет компактный носитель. Ну, если речь идет про функции из одномерной обобщенной функции, то есть, если f1 и f2 это функции из d' напрямой, то легко понять, что на самом деле требования ограничить компактности носителя f1 излишне ограничительны, и достаточно было бы потребовать, чтобы носители f1 и f2 оба не содержали какого-либо луча. Ну, то есть, чтобы они были в одну... То есть, они могли бы быть бесконечны, но уходить на бесконечность только в одну сторону, в одну и ту же у f1 и f2. Ну, просто это позволяет сохранить определение. Я не буду этого делать, я буду просто считать, что одна из них имеет компактный носитель. замечание такое, ну, теперь начнем, пускай обе функции имеют компактный носитель, но первое замечание состоит в том, что свертка коммутативна. Ну, оно тривиально, потому что вот это выражение симметрично относительно f1 и f2, а функцию это можно взять такой, чтобы носитель содержал и носитель f1, и носитель... Чтобы она была равна единице и на носитель... на объединение носителей f1 и f2, поэтому... Ну, просто можно... Ну, просто... А почему по определению прямого произведения кстати вам почему, собственно... Нет, ну... Ну, давайте обсудим. Давайте... Очевидно, что прямое произведение непрерывное. Ну, я бы сказал, что это... Ну, более-менее да, потому что... Ну, скажем так, все, что нужно для этого сказать, будет сказано в доказательстве корректности. ну... Ну... Не-не-не, ну... Количество документов все-таки сейчас одинаковое. Нет, после того, как мы стали заниматься сверткой, у нас функции... Это было просто замечание о том, что прямое произведение можно определить и для функций с разным количеством аргументов. А свертку уже, конечно, надо определять для функций на одном и том же, так сказать, пространстве. Ну, почему? Так, а дело в том, что... Давайте вот, ну, как бы посмотрим на прямое произведение для регулярных обобщенных функций. Ну, что это такое сначала? Ну, что такое здесь написано? Ну, что здесь написано? Ну, так и... Ну, просто переобозначая y к x... Сейчас, если регулярно. Да, да, это если регулярно. Ну, если... Ну, здесь все то же самое. Непонятно. Ну, хорошо, давайте давайте прям проверим. Значит, что я хочу проверить? Я хочу проверить, что f1 примененная к функции f2 вот такой вот. Это то же самое, что f2 примененная к функции f1 вот так вот, да? Значит, детали доказательства коммутативности я оставлю вам в них разобраться самостоятельно, а может быть расскажу в следующий раз. второе свойство это ассоциативность а вот ассоциативность, пожалуй, очевидно непосредственно из определения. сейчас будем разбираться. давайте, значит, да, вот но вот здесь действительно важно а, нет, погодите, здесь я с самого начала положил, что все имеют компактный носитель, поэтому здесь поэтому здесь мы считаем, что что носитель компактен у всех трех. и третье важное свойство состоит в том, что производная свертка это то же самое, что свертка производной это то же самое, что свертка производной ну или поскольку свертка коммутативна то все равно какой ну вот это давайте докажем значит это есть по определению f1 примененная к f2 примененная к функции фи штрих от выписанных аргументов ну это что такое это f1 примененная к и знак минус ну это что такое это то же самое, что f2 примененная к фи вот такого аргумента это почему так потому что это почему так это потому что это штрих равна нулю наносителе f2 и поэтому вот эта штука это то же самое, что f2 примененная к fiat x плюс аргумент это штрих вот по вот по вот этому почему вот этот минус а да 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 мы два раза поменяли да 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 мы два раза поменяли минус значит если мы вот это то здесь уже плюс то на объединение носителя на объединение носителя вот и поэтому значение f2 на вот этой штуке то же самое что значение 2 на произведении потому что f2 на фи это штрих это ноль потому что это штрих ноль на носителе f2 да да не ну вот это вот здесь стоит просто производная по вот аргументу обозначенному точкой да но поскольку я тут не уточняю действительно здесь имеется ввиду ситуация когда f1 имеется ввиду одномерная функция хотя ничего здесь конечно не будет вот ну и все ну а ну а это и есть f1 f2 штрих свертка f1 f2 штрих просто опять по определению свертки еще я должен здесь приговорить такие слова что при дифференцировании носитель обобщенной функции не увеличивается и поэтому если f2 было функцией с компактным носителем то и f2 штрих тоже функция с компактным носителем вот ну и простейший и главнейший пример про свертку это это вот такое утверждение ну вот действительно что такое дельта что такое дельта что такое свертка дельта с какой-то функции f я должен вот это сосчитать в нули то есть я считаю функцию φ2 на функции φ это фи2 на функции φ это это то же самое что фи2 на функции φ потому что это равно единице на носителе φ2 ну а φ2 на функции φ это просто ну просто функции а f2 на функции φ ну это просто и есть f2 поэтому получилось что дельта свертка с f на φ то же самое что f на φ следующая операция которая важна это преобразование фурье вот прежде чем переходить к преобразованию фурье я пожалуй сделаю замечание по поводу носителей вот пускай у вас есть две оно собственно не имеет отношения к обобщенным функциям вот пускай f и g это две регулярные обобщенные функции пускай это просто функции из L1 с компактным носителем я это вот так запишу на оси рассмотрю функцию f свертка с g свертка свертка нет но здесь я могу понимать свертку обычным образом ну это по тривиальным причинам опять функции из L1 и более того ну в том смысле что этот интеграл буквально сходится при почти всех иксах и задает какую-то функцию из L1 причем смотрите ну вот давайте я как-нибудь обозначу носители f выпуклую оболочку носителей f и g то есть меня будут интересовать края ну легко понять что f свертка с g обращается в ноль когда x меньше чем af плюс ag понятно почему да ну просто потому что под интегральное ну просто потому что под интегральное выражение ноль один из сомножителей обращается в ноль точно так же при иксах больших bf плюс bg ну потому что здесь что там такое x минус y он больше чем bf плюс bg минус минус y вот эта вещь у нас не отрицательна значит там где значит при иксах меньше значит при иксах больших bg здесь при иксах больших bf bf при иксах больших bf вот это равно нулю а при иксах меньших bf здесь так надо написать bg плюс bf минус y а при икс а при иксах меньше bf у меня вот это больше нуля значит x минус y больше bg значит g считается в точке которая справа от своего носителя поэтому вот это ноль поэтому при всех иксах что-то что-то из со множителями ноль поэтому подинтекальное выражение тождественное ноль то есть получается что функция f свертка с g имеет носитель на промежутке а просто сумма от суммы левых концов носителей f и g до суммы правых концов и говоря носитель я сейчас все время имею ввиду выпуклая оболочка ну то есть у f могут быть какие-то дырки это меня сейчас не интересует мне ну как как бы это вот вот так обозначить меня интересует вот если носитель f вот такой то меня интересует вот это множество вопрос а может ли быть так что он на самом деле меньше что я имею ввиду то есть может ли быть так что что выпуклая выпуклая оболочка носителя f с g есть какой-то отрезок который ну вот строго содержится вот в этом то есть то есть что вот эта функция на самом деле обнуляется ну почти всюду это просто l1 функция на при каком-то епсилон на промежутке af плюс aj до af плюс aj плюс епсилон вот замечательное свойство l1 функции состоит в том что этого что этого быть не может то есть никаким подбором f и g нельзя организовать такое сокращение чтобы они действительно убили себя в начале или в конце вот этого априори большого априори большого промежутка в который носитель погружается ну вот по тривиальным причинам это на самом деле удивительный факт потому что ну казалось бы здесь стоит произведение функций которые можно сделать ну которые могут как угодно менять знак и то что его нельзя скомпенсировать это вот довольно нетривиально тем не менее это вот теорема Тичмоша о сверке ну что вот что вот в этих условиях выпуклая оболочка носителя сверка а да Тичмошу можете попробовать придумать доказательства этого факта она она именная но так сказать это не потому что она сложная это потому что она важная то есть это ну на самом деле ну по сильным упражнениям ну тем из вас кто ну вот как-то комплексному анализу близок наверное будет близко такое рассуждение ну значит это функции с компактным носителем значит их преобразование фурье это целые функции свертка должна перейти в преобразование фурье носитель это грубо говоря то как что такое носитель это показатели экспоненты в том как функция растет ну например пристремлении на бесконечность верхней и нижней полуплоскости соответственно все что нужно доказать это что есть ну что соответствующие типы для произведения не могут оказаться меньше чем сумма чем соответственно сумма типов вот это ну вот один из способов доказательства вот но он ну это наверное кратчайшее и простейшее доказательство самой теоремы но почему она верна не очень объясняет а по-настоящему интересно придумать чисто вещественное доказательство то есть не вот не сходя с оси хорошо последняя по-видимому операция которую мы будем подвергать обобщенные функции это преобразование фу е это единственное место в котором будет важно в какой в каком именно классе основных функций идет речь значит итак пускай f это обобщенная функция из класса шварца ну ой из с да это безместность из с 3 ну что же я определю преобразование фурье ее следующим образом значит я сначала определю преобразование фурье основных функций ну определю это значит зафиксирую нормировки да вот так я их зафиксирую это специфика литературы по обобщенным функциям фи это функция из s то есть функция убывающая то есть бесконечно гладкая функция убывающая вместе со всеми своими производными быстрее любой степени x и ел преобразование фурье я определяю вот так это это тоже функция из класса s ну потому что раз фи убывает быстрее любой степени x то это можно сколько угодно раз дифференцировать а производная убывает быстрее любой степени p это потому что это можно сколько угодно раз интегрировать по частям и при этом все время будет единица на p спускаться загоняя экспоненты под дифференциал поэтому преобразование фурье действует в s и более того есть непрерывная операция в s и поэтому можно определить преобразование фурье обобщенной функции f вот так вот фурье фурь фурь но при этом важно вот что что если у меня f основная функция то вот это это то верно вот такое то имеется вот такое свойство ну такое свойство ну значит φ е в степени минус и px минус и x Владида нет мне даже кажется что знаки сейчас я правильно записал ну да да это то же самое что φ а е в степени минус и px здесь значит будет ну да вроде правильно преобразование фурье вот такой функции но это опять основная это опять основная функция будет совпадать с производной преобразования фурье фурье я просто беру проще справа идти да я беру значит я беру здесь получаю минус и p и минус и x интеграл фи от x е в степени минус и px это я правую часть расписал вот ну и значит аналогично будет и для обобщенных функций то есть преобразование фурье функции минус и x f будет производной будет производной преобразованием фурье да да вот я сказал это мне кажется на практике но только в одной группе что обобщенные функции можно умножать на гладкие значит это можно в случае класса d штрих если у вас есть бесконечно гладкая функция кси и функция f из d штрих то у вас определена обобщенная функция f кси ну которая действует вот по такому правилу значит я напомню обобщенные функции вообще-то перемножать нельзя вот мы тут вкратце это обсудили когда прямое произведение обсуждали но умножить обобщенную функцию на гладкую можно потому что умножение на гладкую функцию непрерывно в d теперь в s умножение на гладкую функцию конечно непрерывным не будет уже умножение на функцию е в степени х разрывно но умножение на полином непрерывным будет ну потому что функции убывают быстрее любого полинома со всеми самими производными полином умножать можно и поэтому вот эта вещь хорошо определена значит это вот свойства да пошли первое свойство такое а второе свойство состоит в том что преобразование фурье свертки что преобразование фурье свертки есть ну вот что вот вот теперь вот теперь ну вот вот теперь нужно будет что-то что-то объяснять я хочу сказать вот такую вещь я хочу сказать что преобразование фурье свертки это произведение преобразования фурье но поскольку я только что вот говорил про то что преобразование фурье перемножать нельзя ну я должен я должен что-то сказать ну вот вот пускай f ну пока пускай f просто гладкая мне пока этого хватит да а я виноват f f ну что что давайте теперь проверим давайте теперь проверим значит что написано справа справа значит f f штрих на фи есть преобразование фурье f на фи штрих значит это есть минус f на преобразование фурье от фи штрих а может быть неправильные знаки кстати да значит преобразование от фи штрих значит это я фи штрих e в степени минус и x p dx и значит у меня получилось минус и p на преобразование фурье от фи да m значит получилось минус и съелись f на ip f фи это значит ipf на f фи и это по определению преобразование фурье от ipf на фи то есть то есть а не ну просто просто плюс вот ну хорошо просветку а просветку значит ну пока так пока значит пусть f сама функция из класса шварца тогда а же а же а же любая функция из штрих тогда преобразование фурье свертки есть произведение преобразование фурье вот эта запись уже имеет смысл потому что преобразование фурье функции из s саму функции из s и функцию из s можно умножить на слева слева стоит значит я рассмотрел свертку f и g значит элемент s применил преобразование фурье получил элемент s штрих утверждение состоит в том что этот элемент s совпадает с произведением вот этого элемента s на вот такую функцию из s ну и проверка этого ну что же я должен взять сколько у нас времени осталось 3 минуты а ну это мы успеем значит я должен посчитать вот такую вещь значит я должен взять интеграл f от x и здесь сосчитать его с такой вещью g применен mcf x плюс dx а мcf f x dx 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 левая часть f свертка с g на f от fi а f да да ну теперь что такое f от fi сосчитанное в точке было бы удобнее конечно сначала f действовать да да мне удобнее сначала действовать f значит потому что обобщенная функция у меня g а удобнее действие f задавать интегралом вот здесь f от y f от x плюс y d y и здесь f теперь ну что такое f f значит мы подставляем это значит f от y d y значит e в степени минус и x плюс y t f от t на f от y d y d t все здесь быстро бывает поэтому я могу прямо так заносить могу прямо так заносить значит и получилось у меня f от t на e в степени минус и x t а здесь f от y на e в степени минус и y t то есть на преобразование фурье от функции f сосчитанное в точке t это я вот вот это взял в точке t вот это f от y на e в степени минус и y t это преобразование фурье сосчитанное в точке t ну то есть это что такое все вместе это преобразование фурье от функции фи умножить на f это легитимный объект потому что фи умножить на преобразование фурье функции f из клашев сфарца фи умножить на преобразование так что это основная функция и поэтому это то что должно быть подставляю сюда это g на преобразование фурье от функции фи преобразования фурье f ну это просто по определению преобразования фурье это преобразование фурье обобщенной функции g сосчитанное на преобразование на фи преобразование фурье f по определению умножения основной функции на обобщенную Это есть преобразование фурье f на преобразование фурье g, сосчитанное на φ. И поэтому свертка действительно переходит в произведение. Хорошо. Ну вот, собственно, это почти все, что мы хотели от обобщенных функций для того, чтобы ими пользоваться. Наверное, в следующий раз я сейчас подумал, я докажу коммутативность, но пояснение, которое я дал, ее достаточно, но, пожалуй, такое рассуждение один раз стоит продемонстрировать.